здравствуйте дорогие друзья вы на канале горожанка в селе у меня есть плейлист который называется история длиной в жизнь я думаю вот этот ролик я туда помещу вот в этот так сказать разделчик давно я ничего не записывала для этого раздела сегодня вот случилось такое что думаю что как раз эта история туда и подойдет будем говорить мы сегодня о снах кому не интересно не смотрите но история может быть и будет поучительно многие люди верят как бы сны и многие не верят сны каждый по-своему я к этому всегда как-то относилась так сказать с интересом но очень редко они как бы совпадали что-то случится так в эти в соннике то современные заглянешь вроде бы что-то ждешь а она случается не случается и как-то в общем так все это оставалось не очень понятно скажем так а а вот сегодня ночью я увидела такой странный сон из-за которого я проснулась и рано-рано утром 6 часов уснуть уже больше не могла ну и потом последующие все что случилось как бы вот поняла что думаю ну наверное нужно с этим поделиться можно рассказать может кому-то этой как-то на что-то там сподвигнет поможет или человек обратит внимание сон был такого содержания что я нахожусь в толпе людей там знакомые и незнакомые люди в основном те с которыми я встречалась по жизни раньше часть уже но я же человек в возрасте часть из них уже как бы ушли из этой жизни часть еще живы и мы значит нас так много разрозненно мы находимся где-то в большом таком помещении и нас куда-то приглашают пройти через какую-то такую забор через гору мы туда все тихонько переходим заходим в какое-то большое здание в этом здании комнаты нас опять куда-то ведут наверх мы поднимаемся по лестницам и вот с одного этажа на другой и с переходом с одного этажа на другой эти помещения становится все меньше 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 какие-то комнатки нас проходим через какие-то комнаты определенные и они все меньше и это толпа людей она как бы все сгущается сгущается и в конце концов мы стоим так плотно плотно друг другу что становится очень тяжело дышать и просто я чувствую что я задыхаюсь и мне становится так тяжело и почему-то я просыпаюсь такой мыслью что думаю ну наверное мне показали вот как человек на тот свет попадает проходит вот что-то и наверное если его не пускают в рай вот он остается там где-то болтаться до между небом и землей и вот в этом состоянии может находиться долго долго вот я с этим собственно проснулась но естественно как-то уже уснуть там не было после этого очень сложно но я проснулась там начала в свое же время попытался полежать попытался уснуть ничего не получилось вот и я в общем-то гипертоникой периодически так сказать принимаю таблеточки определенные но и наступило время как бы нужно уже выпить таблетки но я чувствую меня какое-то состояние вот не характерное для меня когда повышенное давление мерею давление мне давление 100 на 50 это это для меня это вообще не совершенно не характерное не бывает может быть когда-то и было но я как-то не фиксировал такое низкое давление никогда и вот тогда я поняла что сон то снился потому что вот давление так видимо упала а наверное его нужно поднять но это я так растолковала да этот сон просто я знаю точно что если давление низкое то кровоснабжение нарушается и кислорода в общем-то не хватает но вот связи с этим наверное и снилось то что мне было тяжело дышать и вот это вот толпата сгущалась вот вот так вот так говорят сон в руку да но здесь что получается просто как-то подсознание она не фиксировала состояние организма и образно выдавала это так сказать в виде вот каких-то образов и чувств так скажем вот вот и растолковываете сны да но это я к чему я подписана на канал одной интересной женщины она там песни поет стихи читает а сегодня она рассказывала сказку ну я не рекламирую каналы не называю потому что мой канал он такой однозначный вряд ли кто-то так сказать особо имеет желание на нем засветиться но тем не менее значит вот я смотрела ее она сегодня ролик выставила сегодня или черт что я уже не помню но смотрел ты его сегодня сказку про кота которому перед новым годом пришел ангел и исполнил его желание дал ему возможность полетать вот я слушала когда эту сказку я вспомнила что ну не то что вспомнила я это как бы часто об этом думаю что вот наверное многие в детстве говорят что летают во сне вот у меня это состояние летать во сне она длилась очень долго уже в зрелом возрасте даже вот мы уже сюда переехали в этот дом жили здесь и все равно я продолжала еще определенное время летать во сне это было так интересно вот эти полеты вас но во сне ощущение прям вот реальности что-то летишь летишь где-то надо определенным моментами и самое интересное что было легко подняться вот это ощущение просто вот так вот раз отрываешься от земли летишь управляешь этим полетом и вот во сне кому-то там говоришь но это же так просто вот поднялся раз и полетел вот до такого состояния эти сны конечно не снились каждый день но периодически они вот так снились и ощущение этих полетов было а потом ну наверное уже где-то я даже прочитала что в детстве говорят что если дети летают во сне то это они растут но я то это все ощущение было и уже так сказать значительно зрелом возрасте вот я так сделала для себя вывод когда я перестала видеть эти сны а так хотелось мне их видеть вы просто не представляете я просто скучала вот поэтому состояние думаю увидеть бы опять вот этот сон это вот свободу вот такой вот этого полета и и в это во время этого полета ощущение такой благодати совершенно вот ну может быть кто ощущал тут наверное меня поймет объяснить как-то сложноватенько и мне очень хотелось мне всегда очень хотелось вот пережить это еще состояние полета ну не случалось и вы знаете я может быть правая может быть не права я не специалист не во снах не по психологии я чисто только с высоты так сказать жизненного опыта могу это как-то там констатировать объяснить я так для себя решила что видимо до определенного возраста говорят же клетки организма обновляются но я же нахожусь уже в таком возрасте некоторые вот мне пишут в преклонном да нет я мне так не нравится такое определение в солидном скажем так вот и наверное вот этот процесс я так поняла что он наверное уже прекратился для себя но я же не расту в принципе правильно вот если объяснить что дети то летают а вот я так себе это объяснил вот такой вот сказку это я прослушала и почему-то я вот вспомнила про эти полеты во сне и наяву но и еще раз уж про сны ролик я снимаю и вот так сказать я его с отнесу к этому истории длинную жизнь мне очень часто но в зрелом уже возрасте до скажем так не с юношеских лет зрелом возрасте стали сниться такие сны что я нахожусь где-то в чужом не в своем городе я стою на какой-то остановке сажусь на какой-то транспорт еду потом схожу и понимаю что я попадаю в чужой город попадаю в такую момент что у меня с собой нет денег и я не знаю куда деться я не могу не позвонить не сказать никому куда-то рядом чужие люди я никому не могу обратиться за помощью и естественно это вот такое состояние какое-то потери растерянности безысходности какой-то вот на этом как бы вот сон как-то там закруглялся он в общем-то ничем не заканчивался я вот так вот и оставалась таком состоянии когда просыпалась утром я конечно все время потому что он такой все равно какой-то тревожный не очень хороший так я считала потому что ты просыпаешься с тревогой но я начинала там смотреть и думать ну к чему уж такой сон к чему уж такой сон эти сны они тоже повторяли с определенной периодичностью то есть вот проходит определенное время я снова вижу подобный сон либо значит я в каких-то помещениях где хожу и не могу найти выход значит из этих помещений тоже они чужие это обязательно чужие города какие-то мне незнакомые вот и очень часто вот это вот что дорога остановка какая-то там транспорта какого-то я выхожу железнодорожного никогда не было это всегда автотранспорт почему-то вот в общем то никак и себе объяснить это не могла почему не знаю а вот прошло время и вы знаете я могу объяснить так случилось по жизни что да нам пришлось уехать со своей родины мы оказались ну в чужом для меня это чужой город это чужое место родным он мне не стал и не станет никогда это однозначно может быть для внуков моих одна только внучка здесь родилась внуков то мы сюда привезли вот может быть для нее это будет родным городом а для меня он чужой это место но для меня чужое и ну так получилось по жизни что глава семьи у нас ушел из жизни его нет оставил нас с кучей проблем таких проблем ну из которых конечно выход как говорится не бывает безысходной ситуации выход есть но он очень долгий и я вот в этом как бы в этом но постольку поскольку это касается меня и моих детей и естественно я в этом присутствую и вот в этом неопределенном состоянии как вот вас нахта в чужом городе я оставалась как бы выйдя видимо было движение какое-то вот жизнь то она была она двигалась потом значит вот раз остановка и ты стоишь и не знаешь куда идти и что делать и представляете вот так она по жизни случилось да сейчас эти сны не снятся давно уже можете опять приснятся но сейчас вот когда ситуация это случилось эти сны перестали сниться конечно мне бы не хотелось чтобы я вот так и прожила всю остальную свою оставшуюся жизнь с этим ощущением потери и безысходности вот ну вот такой вот ролик у меня сегодня получился кому-то может быть он будет интересен потому что говорят что все равно сны они какое-то имеет значение в нашей жизни правда почему я решила снять этот ролик потому что уж очень сегодняшний ролик вот он с этим задержкой дыхание с этой теснотой он прям вот четко показал что давление низкая вот их и самое интересное я к чему еще я же обычно там по мере давление и но таблеточку но бывает так что я уже знаю что давление то высокое в определенное время я эти таблетки пью и не мире давление чушь там говорит а вот сегодня я его померил естественно пить таблетки понижающие не стала в то время вот она сейчас маленько опять поднялось таблеточки выпила жизнь идет своим чередом ну вот так вот с вами я побеседовала рассказала вам ну ладненько на этом я с вами попрощаюсь наговорила вам сегодня много может быть кому-то было интересно заходите на мой канал еще что нибудь расскажу пока пока с вами была я горожанка селе а